Здравствуйте! Вы смотрите интервью. С вами Ерлан Агисинов. Об инновационном потенциале нашей республики речь пойдет сегодня в нашей программе. Гостудия управляющая, директор, член управления холдинга Байтире Ханыш Толевшин. Здравствуйте, Ханыш Толевшин. Здравствуйте, Ханыш Толевшин. Здравствуйте. В первую очередь расскажите, пожалуйста, вообще об инновационном потенциале нашей республики. Есть ли у нас в Казахстане свои инновационные разработки вообще в целом? В целом инновационный потенциал любой страны, он оценивается определенными индикаторами, которые прижимы международным форматам. То есть такие показатели, как инновационная активность, затраты на исследования, внедрение их и так далее. То есть если посмотреть на все вот эти показатели, то можно сказать, что Казахстан динамично развивается. Понятно, что он не в лидерах сейчас в данный момент, но если оценивать его на постсоветском пространстве, в рамках центральной Азии, то мы достаточно одни из первых. Поэтому сейчас вот если на протяжении долгих лет инновационная активность держалась на уровне 4%, сейчас данный показатель составляет уже 7,5%. То есть практически скачок в два раза. Но для нашей страны 7,5% это считается очень хорошим, да? Я думаю, для нашей страны это очень хороший показатель. Что такое инновационная активность? Это доля всех инновационных предприятий от общего числа предприятий. То есть и этот показатель, он динамично растет именно в рамках реализации государственной программы индустриального инновационного развития. А вот есть ли какие-то, например, достаточно яркие примеры из всех инновационных решений, которые были приняты, которые буквально можно привести сейчас пару примеров, которые уже, скажем, реально внедрены в производство наше? Да. Ну, к примеру, допустим, есть разработка такой, как теплообменный модуль. Он уже активно используется, внедряется в регионах Саны, особенно в Караганде. Разработка была разработана в недрах Караганды. То есть это уже чисто казахстанская разработка, да, наша? Это чисто казахстанская разработка, да. Также есть очень сильный такой институт, как химико-металлургический институт, который разработал уникальный сплав, называемый ферросиликалюминий. Поэтому сплавы сейчас уже строятся заводы, прорабатываются новые проекты. Эту технологию была приобретена немецкой компанией Tissing Group. Поэтому такие компании, если покупают и проявляют интерес к нашим технологиям, это уже говорит о высоком потенциале наших ученых. А оказывает ли наше государство поддержку нашим же инновационным разработкам? Да, оказывает. И если посмотреть опять-таки на динамику, то активная поддержка началась в рамках последних 3-4 лет. То есть можно это посмотреть за цифрами, наблюдать, когда активно начали выделяться средства. И хотелось бы также отметить, что на один государственный тенге, на один тенге государственных средств привлекается один тенге частного капитала. То есть если выдается какой-то инновационный грант, то он покрывает только часть затрат. То есть обязательное требование, чтобы частный капитал тоже внедрял. То есть если частный капитал проявляет интерес, соответственно, он тратит деньги. Значит, на разработку есть интерес. Какая организация сегодня занимается непосредственно привлечением инвестиций в отечественные инновации? Данным на сегодняшний день главным оператором является Национальное агентство по технологическому развитию, которое является дочерем предприятий холдинга Байтерек. НАТР. НАТР, да, можно коротко сказать. И вот данное агентство, у него выстроена сеть инструментов, такая линейка. Мы специально определили всех наших клиентов, начиная от ученых, инноваторов, предприятий, вузов и так далее. То есть для каждой категории этих клиентов разработан отдельный инструмент. Если это ученый, то у него инновационный грант. Если этой разработке требуется внедрение, здесь подключается уже венчурное финансирование. Если ему нужно какой-то консалтинг или обучение, здесь подключаются следующие инструменты. То есть мы проанализировали, с учета международного опыта, все такие агентства за рубежом. Посмотреть на инструментарий, они точно так же осуществляют поддержку. Какой сегодня стимул есть у отечественных инноваторов, у разработчиков для того, чтобы внедрять новые какие-то решения свои? На самом деле потенциал очень большой. И специально была принята указом президента о концепции инновационного развития до 2020 года. Она объединяет две вещи. Первое направление — это развитие науки. Второе — это уже развитие самой инновационной системы, которую будет внедрять. Здесь важно понимать, что мы практически посмотрели все разработки наших ученых, наших инноваторов. Мы практически о всех них знаем. Создали специальную базу данных. Ведем мониторинг. То есть отслеживаем, какой проект на какой стадии находится. И точно применяем к нему определенные инструменты. То есть наша задача — сделать реальный скачок в таких показателях, которые оценивают инновационную систему, путем создания этих инструментов. Любая сейчас страна — Германия, Япония, скандинавские страны, которые именно известны сейчас своими инновациями, они создавали именно такие вот институты, такие вот операторы, которые предоставляют инструменты. И здесь важно отметить, что у нас не нужно опираться и фокусироваться только на отечественной разработке. Сейчас выигрывает именно та страна, которая первым внедряет разработку. Поэтому мы фокусируем также свое внимание на международной разработке. То есть немало этому есть примеров, когда та же компания Apple внедряет разработки Кембриджа или Канады, то есть Великобритании. То есть это не ее, скажем, разработки, она просто покупает? Она вовремя ее покупает, внедряет первым на рынке и получает все дивиденды. И отчисляет какие-то небольшие ройлоти тем исследователям, от которых она взяла. А есть ли у нас такая возможность, скажем, покупать где-то еще инновации? Здесь мы можем как раз таки быть первыми. То есть если правильно создадим условия в Казахстане. То есть это касается условий создания бизнеса, патентования. Это касается облегчения всех условий, лабораторных условий, зарплаты ученым. То есть если мы все это создадим, тогда приезжать будет не одна какая-то разработка, а один ученый с 10 разработками. Поэтому может даже не одну разработку купить, легче даже просто одного ученого привлечь, как мы это сделали по разработке искусственной кожи. Мы привлекли ученого с Новосибирска, он приехал, мы внедрили, и сейчас это искусственная кожа, это напыление, которое предотвращает ожоги и быстро их заживляет. Это уже покупается на рынке, это, можно сказать, казахстанская теперь инновация. Но она применяется уже сегодня? Она уже применяется, ее покупают клиники, и она сейчас реально спасает жизни многим людям. Скажите, пожалуйста, а вот как вообще у нас сегодня идет работа по привлечению инвесторов? И насколько он сегодня охотно идет на отечественные инвестиции? Если посмотреть затраты именно предприятий на исследование, то от 50 миллиардов тенге в кризисный период этот показатель вырос до 350 миллиардов тенге. То есть можно посмотреть динамику резкую за три года, когда... А 350 миллиардов тенге, конечно, это большая сумма вообще считается для... Для Казахстана, я думаю, это нормальная сумма. Конечно, для таких, как гигантов, это маленькая. Для Казахстана это достаточно нормальная сумма, и это говорит о том, что частный сектор уже активно тратит на исследования, на неокр, и внедряет. То есть это и есть привлечение инвестиций. Плюс ко всему, как я уже отметил, на один тенге государственных средств привлекается один тенге частного капитала. Это вот наверняка еще связано с тем, что глава государства давал как раз-таки поручение холдингу Байтирек, которое вы представляете, по созданию фонда национальных технологий. Где как раз-таки вместе с частным капиталом необходимо было поощрять наши инвестиции. Здесь я приведу... Я, во-первых, отвечу на этот вопрос. Действительное было поручение президента на заседании Совета иностранных инвестиций создать фонд новых технологий. С привлечением частного капитала, инвестиций на инновации. В первую очередь казахстанские инновации. Поэтому сейчас мы такую работу ведем. Думаю, в следующем году данный фонд уже будет создан. Сейчас у нас первоначальный капитал уже собран. Я думаю, мы на этот капитал будем привлекать средства недропользователей, частных инвесторов, бизнес-ангелов, а также зарубежных институтов, в том числе исламское финансирование. Здесь я хотел бы привести пример. Мы сейчас уже подписали меморандум с ICD. Это исламская организация, которая в том числе наряду с частным местным инвестором из Казахстана и Национальной агентой по техразвитию создали совместный фонд по технологиям возобновляемой энергетики на 50 миллионов долларов. То есть данный фонд будет создан в ближайшее время, я думаю, где-то в начале следующего года. И этот фонд уже имеет перечень проектов на территории Казахстана. То есть его уникальность в том, что эти деньги, в том числе зарубежные, будут направлены на финансирование казахстанских разработок, казахстанских проектов на территории Казахстана. То есть это наша задача Байтирека, холдинга, чтобы именно такие вот проекты осуществлять. Далее, второе, это по информационным технологиям мы также планируем создать такой фонд, чтобы поддерживать наших изобретателей в области информационных технологий. Также будем привлекать частный капитал, включая государственные деньги. Большое спасибо вам, Канышев Мабаевич, за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. К сожалению, время нашей программы ограничено, но это дает нам, я думаю, достаточно хорошую возможность для того, чтобы встретиться здесь еще в рамках программы интервью на телеканале 24КЗ и поговорить об отечественных инновациях. Спасибо. Ну, я хотел бы напомнить нашим телезрителям о том, что сегодня в нашей программе принял участие управляющий директор, член правления холдинга Байтирек Каныш Толюшин. Всего доброго. Субтитры подогнали Симон.